Жила бабушка, молитвенный дом уже 75-го, только другое жил, обычное здание. И она же тогда молодая, молодая уже была, и сколько они приглашали соседей, никому это не надо. И в конце концов, она однажды пришла на служение, пришла, а мы даже и не знали, жила соседей. Пришла, посидела, пришла, второй раз посидела, потом мы же подошли, узнали, спросили, окажется здесь, а с кем живет, я как, а что? Ну, познакомились. И потом она заявила члены церкви. И вот время, когда церковь принимает члены церкви. Вот, первое, что ей предложили, я забыл, как ее и звать уже, она очень короткое время после этого прожила. Давайте мы помолимся, вы помолитесь, скажите Господу свое желание. Давайте она помолилась. И все в один голос принять. Ни одного вопроса, нету, да. Ты, извините? Ни одного вопроса, по чем определили, причем единогласно. По молитвам. По молитвам. Молитвам, которые все показывают, с чего состоит человек, о его вере, кто для него Иисус Христос, получил ли он прощение. Все она сказала. И молитва такая, а ух, а ух, а ух. Понимаете, потому от избытка сердца, говорят, то что так. Поэтому вопросы простые. Веруй, что Господь Иисус есть Христос. То есть, Твой Спаситель. Как ты? На каком основании ты видишь? Кто тебе сказал? Почему? А может, тебя обманут? А может, ты туда выдумки какие-то? Ведь если ты рожденный смысл, ты должен сказать, да не, подождите, вот там написано, вот там то, вот еще написано, вот там вот это, вот это. И человек, видно, что он принял это верой. Поэтому вопрос, для чего он нужен в крещении? Я бы сказал, что крещение, оно спасение не дает. Крещение дает ответственность за жизнь человека после покоения. Обещание Богу добрая совесть. И вот ты живешь, и ты попадаешь в разные жизненные перегрестки. И как ты определишь? Вот это она права. Правильно или прав? Совесть, очищенная Духом Божьим, она тебе внутри себя не делает, неправильно. И ты слушаешь эту совесть, и поступаешь по совести. И ты, получается, что ты обещал Богу добрую совесть. Вот она в действии, твоя добрая совесть. Поэтому вопросы не суть, ну как же сказать, билет какой вытащи, вызовлю. Нет, надо суть, чтобы она жизненна была. Для чего крещение? Ну что он тебе дает это крещение? А потом, после крещения, уже все можно делать, что хочешь. Ты же уже все жив в церкви. Да не, еще и понял. Бывает, что мы его замечательно берем и отлучаем на церкви. За то, что написано одно, а живет человек другой. Хочешь идти этой дорогой, тебе расскажут, что это неправильная дорога, расскажут, куда она это ведет, но выбор за дорогой. Поэтому сложно сказать, какие будут вопросы знакомства. С кем вы живете? Кто ж живет, кто муж, родителям, братьям, сестрам, где живете? Долгов много на карточках? Кредитов набрали много? Это вопрос последнего времени, друзья. Раньше какие-то не задавали вопрос. Так что, вот такие резины будут вопросы.